Здравствуйте всем! Меня зовут Надежда. Мы со многими знакомы по программе «Активное долголетие». И я сейчас готова напомнить вам упражнение дыхательной гимнастики. Мы начнём с того, что хорошенько разотрём наши ручки, сделаем их тёпленькими-тёпленькими. Давайте проверим, протрясли, ещё раз погрели. Можно положить их на коленочки, почувствовать, что идёт к ним тепло. И сейчас мы начнём с самого замечательного упражнения – работы плечиками. Одно плечико вперёд, плавно вверх, назад. Второе плечико вперёд, плавно вверх, назад. Два плечика плавно вперёд, вверх, назад. И раскрыли наши ручки, почувствовали крылышки за спиной. Молодцы, сбросили. Мы можем работать стоя, сидя, так, как вам удобно. Итак, следующее упражнение. Всем хорошо знакомо. Раскрываем ручку, раскрываем ладошку, собираем её в горсточку. Там может поместиться водичка, никуда не утечёт. И вот такой мягкой ладошкой начинаем прохлопывать над локтевым сгибом. Прохлопали несколько раз. Три-четыре раза спустились с плечика. Каждый работает в удобном темпе. С обратной стороны. и мягко прогладили ручку. Снова положили ручки ближе к коленочкам и почувствовали, что они стали разными. Обратили внимание на правую ручку, на левую. Делали глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох. Выдох. Раскрыли другую ручку. И снова повторяем прохлопывание над локтевым сгибом. Несколько раз спустились с плечика вниз. Три-четыре раза вполне достаточно. Но если вы будете работать самостоятельно, то можно и больше. С обратной стороны. И прогладили наши ручки. Прогладили. Молодцы. Ну вот, а теперь снова плечики вперед, вверх, плавно назад. И переходим непосредственно к дыхательной гимнастике. Так как я сейчас не вижу ваших глаз и ваши лица, то мы возьмем самые простые упражнения, которые можно делать всем. И даже в большом количестве. В дыхательной гимнастике Стрельникова, напоминаю, есть такое интересное правило. Ее называют парадоксальной гимнастикой. Когда мы обычно делаем вдох, грудная клетка расширяется. Но ровно в этот момент мы ее сжимаем. И получается, чтобы воздух зашел к нам внутрь, нужно приложить усилия. За счет этого проходит лучшая вентиляция легких, бронхо и так далее. Очень полезная гимнастика. Но напоминаю, в условиях наших каникул карантина, прежде чем к гимнастике приступать, попейте тепленького. Можно прополоскать нос, чтобы все, что у вас вдыхалось, было точно здоровым и безопасным. Итак, первое упражнение. Ручки на уровне груди. На вдохе ручки сводим вместе, сжимаем грудную клетку. На выдохе разводим. Начали вместе. Закончили. Мы сегодня начали с четырех раз. Также мы с вами начинали на первых занятиях. Все упражнения по стрельниковой выполняются кратно четырем. И в медленном темпе предлагаю делать это упражнение для тех, кто только знакомится с практикой, с гимнастикой, чтобы отслеживать, как себя чувствует голова. Потому что дыхание все-таки идет интенсивное. А вот следующее упражнение более мягкое. Его можно выполнять большее количество раз. Ручки в кулачках сжали, подняли к плечикам. И на вдохе мы интенсивно ручки выбрасываем вперед и раскрываем силой ладошки, как будто что-то от себя отбрасываем. Например, то, что нам уже не нужно, плохое настроение, какие-то ненужные мысли. Сами найдете, что от себя отбросить. И пустые ручки поднимаем обратно. Приготовились. Четыре. Закончили. Это упражнение мы проводили восемь раз. Следующее упражнение – смешные приседания. Ручки на уровне груди. Мы будем делать небольшой присед. И в это время вдох, сдвигая руки вместе. А поднимаемся на выдохе. Все вместе. Закончили. Четырех раз на сегодня будет достаточно. Следующее упражнение, тоже забавное, называется пингвинчик. Ножки поставили поближе, но чтобы вам было устойчиво. Пальчики рук натянули вниз, а плечики вверх. Наша грудная клетка вся растянулась. И раскрыли, как будто крылышки у пингвинчика в таком натянутом положении ручки. И сейчас с полуприседом мы будем поворачиваться в сторону и делать вдох. Посмотрите. Выдох в положении ровно. В другую сторону. Итак, четыре раза в каждую сторону. Приготовились. Вытянули ручки, плечики, крылышки. Поехали. Закончили. Сейчас мы снова поработаем плечиками. Одно плечико вперед, плавно вверх, назад. Второе вперед, плавно вверх, назад. И следующее упражнение тоже имеет забавное название – насос. Ручки к плечикам. Мы их с силой выбрасываем вниз с небольшим наклоном и делаем вдох. Поднимаемся вверх на выдохе. Посмотрите, как это выглядит. Вниз вдох, поднимаемся на выдохе. Попробуем вместе. Закончили. А сейчас приятная часть, которая всегда нравилась нам на занятиях. Мы немножко пошумим. Нашли то место, которое над грудью отвечает за наш иммунитет. И когда мы говорим, мы прям слышим, как вибрирует наша ладошка. И из этого места раскрываем рукой в сторону такой открывающий жест и сопровождаем его звуком А. Мы пробовали разные звуки. На звуке А получается самая приятная отдача. Посмотрите, как это выглядит. А-а-а! Попробуем все вместе. А-а-а! А! И еще раз вместе. А! И завершающее. Не бойтесь шуметь, вам даже понравится. А! И снова положили ручку. Подержали немножко, поменяли на другую руку. И приготовились. Мы уже знаем, что делать. В другую сторону. Отпускаем все то, что мешает нашим плечикам раскрыться, а уголкам губ улыбаться. Приготовились. А! 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 И еще раз вместе. А! А теперь громко, чтобы соседи вас услышали. А! Вот теперь молодцы. Молодцы. И еще одно упражнение, которое помогает и профилактике респираторных заболеваний, и хорошему настроению. Раскрыли ладошку. Мягкий кулачок. Туда может поместиться пальчик. И очень мягкими движениями будем прохлопывать со звуком А. Сначала с одной стороны. Начинаем. У меня правая рука. Вы начинаете так, как вам удобно. Мягкий кулачок. И со звуком А. А-а-а, положили ручку, отдыхаем, молодцы, теперь раскрываем другую ручку, мягкий кулачок, мягкими движениями прохлопываем с другой стороны. А-а-а, и снова положили ручку, подержали, дали успокоиться и дыханию, и эмоциям. И теперь самая приятная часть, две ручки, два мягких кулачка и простукиваем в центре, если кому-то захочется пройти к плечикам, пожалуйста. А-а-а, и положили обе ручки, погрели, успокоили себя, сказали, все хорошо, все хорошо. Для тех, кто вдруг не знает, хотя наше старшее поколение знает очень много, именно здесь работает наша фабрика иммунитета. И когда мы нервничаем, находимся в стрессовом состоянии, работники этой фабрики тоже пребывают в стрессе, на целые сутки выбывают из работы. Они ждут, когда же мы придем в себя. А вот мы их сейчас немножко постучали, успокоили, и теперь с новой силой они будут помогать нам оставаться в здравии. Всем хорошего настроения, пребывайте в здравии и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok